В канун Международного дня инвалидов в гости к учащимся и педагогам средней школы номер 18 приехали воспитанники вспомогательной школы, чтобы стать участниками спортивно-развлекательной программы. Учебные заведения сотрудничают больше года, но столь значимый проект реализуют впервые. Это важно с обоих сторон, и вспомогательной школе, и нам. Потому что мы, порой говоря об особенных детях, отделяем их от обычных детей. И между нами существует такая граница. На самом деле и детям, которые с особенностями, солнечные дети, мы их называем, тоже важно общаться с нашими детьми, взаимодействовать и понимать, что все, каждый ребенок, он разный, каждый по-своему особенный, он обладает определенным талантом. И когда мы встречаемся все вместе, мы видим вот эти вот крупинки счастья в каждом человеке. Свои творческие способности юным художникам и их гостям помогла реализовать школьная студия «Май-Арт». На совместном занятии дети из обеих школ рисовали фантастические картины с помощью воздушного шарика и гуаши. Ребята воплощали свои идеи в креативной атмосфере педагогов и друзей художников. Когда во всей республике говорят об инклюзивных процессах в образовании, это очень важно, и это очень нужно, и это интересно. Вот мы наблюдаем за нашими детьми в атмосфере с общевразовательной школой, с детьми, и они ничем не отличаются от них. Они такие же дети, у них такие же интересы, такие же увлечения. Ну, поэтому я думаю, что это очень важно. Нашлось в насыщенной программе мероприятий и время для семейной встречи многодетных мам средней школы номер 18 и мам с особенными детьми из вспомогательной. Такая встреча – хорошая возможность узнать друг друга поближе, пообщаться, поделиться семейными традициями, обсудить общие проблемы и находки в воспитании детей. Очень нравится, очень интересно. И тема интересная – традиции из семьи. У нас, в принципе, семья особая, поэтому мы стараемся как можно больше времени проводить с семьей, чтобы какие-то традиции создавались. У нас свои традиции. Вот нам неожиданно показали имбирный пряник, я думаю, что мы тоже заведем. Вот Егору понравилось, тоже у нас была такая традиция рождественская тоже, и очень интересно. И вообще встречаться с новыми людьми – это опыт какой-то такой, и общение, и какие-то новые знания, очень интересно. А спортивный зал 18-й школы стал центром притяжения юных любителей питанка. Сегодня эта игра приобретает в нашей стране все больше поклонников, и в учебном заведении существует своя школьная лига. На площадке развернулась борьба за заветные очки. Четыре команды из двух школ провели турнир по питанку. Победители и призеры получили сладкие призы и сертификаты. А еще молодежь открыла для себя новый вид развлечения. Тут можно поиграть с друзьями, весело. И тут можно сделать, если плохая осанка, то сделать ее немножко получше. Можно укрепить мышцы, потому что есть упражнения специальные тут. Тут точность нужна. Для каждой мамы ее ребенок единственный и неповторимый. Поэтому так важно для семей, которые воспитывают детей с особенностями, быть такой же важной частью общества, как и все остальные. Нужно готовить общество. И общество нужно готовить, конечно же, с маленького. И чем раньше мы начнем сотрудничать с общеобразовательным учреждением образования, что мы делаем с 18-й школой, чем больше мы будем говорить о детях с особенностями, тем, я думаю, что мы придем к инклюзии в нашем обществе, в нашем государстве. Ирина Ольшова, Павел Молошонок, Дмитрий Лазарчук, телекомпания БОК-ТВ.